С такого мелодичного соло на саксофоне началось мероприятие, посвященное Дню пожилого человека в московском районе города Бреста. Организаторы действительно постарались, ведь им предстояло гостеприимно принять и порадовать творческими номерами и тёплыми словами поздравлений порядка 50 дорогих гостей, пришедших в этот день. Действительно, если задуматься, у кого ещё можно перенять неоценимый опыт, кто ещё может дать дельный совет практически в любой жизненной ситуации. Это дорогие нашему сердцу люди – бабушки и дедушки, папы и мамы и, конечно, ветераны, к которым в городе над Бугом особое отношение. У всех практически пожилых за плечами большая трудовая деятельность. Их трудовая деятельность исчисляется не годами, а десятилетиями. И, кроме этого, это те люди, которые на протяжении всей своей жизни занимались и общественной работой. Наиболее сложно тем, кто одинок или одиноко проживающий. Вот таких в городе почти 8 тысяч человек. Вот это те люди, которым нужно внимание. Прежде всего, моральная поддержка. Прежде всего, они желают пообщаться. Пообщаться и собраться вместе – это такие ценные моменты для пожилых людей. Но все мы знаем, что понятие возраста достаточно условное и относительное. Ведь можно потерять вкус к жизни ещё в юности. И наоборот, на пенсии ощущать прилив сил, полноту чувств и самореализоваться, найдя себя в творчестве. Я начала себя искать. Мне попался журнал. Я давно хотела заниматься каким-то ремесленничеством, но в связи с тем, что работало много, поэтому времени всегда не хватало. Мне попался журнал. В этом журнале было изготовление кукол. 10 штук. Это были мои самые первые куклы, которые я сделала. И я поняла так, что я себя нашла. Я начала развиваться. Я начала шить куклы одни, вторые, третьи. У меня на данный момент дома около 30, а то и более кукол. И я хочу сказать, что не надо зацикливаться, что человек уходит на пенсию. Это будет очень плохо. Нет, всегда на пенсии себя можно найти. Себя можно найти в любом возрасте и даже на пенсии. Ведь человек так и задуман, чтобы пройти три жизненных этапа, из которых именно зрелый возраст становится венцом жизни и высшей точкой духовного и творческого развития личности. Поэтому не случайно на празднике, посвященном Дню пожилого человека в Ленинском районе города Бреста, поздравляли, говорили слова благодарности и дарили музыкальные подарки самым достойным. Тем, кто заслуживает не только отдельного праздника, но и ежедневного, самого доброго и уважительного отношения. Мы им хотим пожелать в первую очередь здоровья, конечно. Мы хотим им пожелать любви. Мы хотим им пожелать прекрасных людей рядом. Мы хотим им пожелать учиться, продолжать учиться новому и никогда не унывать. Пусть они этот опыт, пусть они эту радость несут другим людям и будут счастливы.